добрый день сегодня наш рассказ о очень интересном человеке стоящим фактически у истоков рок-музыки такой передовик производства работающий скульптующими величайшими группами такими как rolling stones джев бек яр бёрдс эрик лейптон магма гонг дэвид или очень их много об этом мы попытаемся сегодня вам изложить человек который фактически сформировал авангард проговую сцена 70 середины 70-х годов джорджа гомельский джорджа гомель да пусть вас не смущает фамилия да фактически наш соотечественник интересная история его рождения в общем-то он родился 28 февраля 1934 года в тбилиси как пишет всезнающая википедия на самом деле родился он не тбилиси а родители выехали из тбилиси пытались добраться швейцарию ехали они по морю из украины попали в италию в италии был тогда период дучи бенито муссолини застряли в италии и в общем-то только лишь после войны попали в швейцарию вот такая-то интересная одиссея джорджа это смутно помнит вообще-то его полностью зовут джорджио серджио александра гомельский но так уже общепринятая джорджа гомельский и в общем то его даже вот этот момент рождения на корабле уже говорит о том что человек все время наверно как-то ему было суждено находиться в передвижении таки одиссей так у него и получилось в италии произошло у него знаковое событие он сорок четвертом году как сам вспоминал обнаружил на чердаке пластинки с проигрывателем граммофоном джазовые прогнал их отчет его зацепила и тогда ему 10 лет было от роду семья была не бедная в общем-то владели всеми разговаривали на нескольких языках и у джорджа проблем не было попав сорок четвертом году в швейцарию он учился в лакарно в хорошей школе получил шикарное образование увлекся кинематографом и это сыграло решающий роль в пятьдесят пятом году он поехал в англию как говорится смотреть на местную джазовую сцену как такового блюза еще тогда не было были были такие такие наметки но все вот это его поездка в англию зацепила скифл движения то есть джорджа все то что появлялась на тот момент музыки а мы это подчеркивали это был период а кросс роется такого перекрестка культур американская музыка поперла после войны в европу в общем-то и джорджио это все принимал на ура конечно знакомство с различного рода музыкантами тогда это было все намного проще привело его к мысли о создании своего маленького такого клуба по интересам виде кофейни это дело немножко разрасталась он познакомился с кучей так называемых еще тогда начинающих продюсеров и тогда его произошла встреча знаковая с группой the rolling stones которая вообще тогда никому была особо и не нужна и как вспоминает сам джорджа он в их в видел их выступления пикадилли клубе никакого впечатления говорит еле ползали все общем-то очень и сильно удручающе но в конечном итоге вы же видите что это во что это удручающе превратилась когда чуть позже уже став владельцем клуба за игру дэди этот клуб приобретал среди зарождающего ритм и блюзового движения культовая культовый статус уже группа что называется раскрутилась при том как вспоминает сам джорджа на первое выступление приходило но 3-5 человек и даже его ошибка хотя он писал в рекламном листе таком плакатике ритм и блюз написал ритм и бульс тоже сыграла какую-то роль в общем-то даже такая описка это это описка не спасла ситуация приходилось как он говорит применять всякие простейшие маркетинговые ходы чтобы привлечь зрителя но тем не менее потихонечку публика осознавала что группа the rolling stones это явление первую очередь конечно всех удивлял вокалист миг джаггер который фактически будучи по рождению белым человеком мог проорать как афроамериканец как говорит джорджа ну и например кейт ричард своей великолепнейшей автобиографии жизнь поминает что джорджа гомельский это был такой медведеобразный человек который нас фактически пас о много сделал для них ну давайте говорить так в истории рунг-стоунс он наверное первый их неофициальный менеджер тут конечно произошла некая накладочка потому что по семейным обстоятельствам случилось горе в семье умер отец джорджа он выехал швейцарию в шестьдесят третьем году и в этот момент воспользовался эндрю олдхэм получается в отсутствие джорджа он уговорил группу подписать с ними контракт и в общем то группа уплыла к эндрю олдхэму и надо подчеркнуть что гомельский он все-таки наверное не обладал той деловой хваткой особенно в начале своей бесшабашной деятельности которая бы поспособствовала тому чтобы он прочно закрепился за кем-то получил статус именно такого вы знаете культового продюсера хотя были такие проблески гениальных решений как например фильм the beatles a hard days night который в общем-то это с подачи кстати гомельского предложил снять один день из группы такое таки дадаистский фильм такой авангардной манере вот это все выросло от его идея раскрутилась и так далее конечно после the rolling stones у него были интереснейшие работы с теми же и за ядбер потому что он очень продвигал ритм и блюзовую сцену тогда было четкое деление джазисты джазисты моды моды ритм и блюз ритм и блюз то есть и клубы создавались по интересам но от rolling stones кстати они были объединительным моментом за ядбер под руководством имена гомельского начала в свою яростную ритм и блюзовую подачу носить элементы индийской музыки григорианских хоралов вел клавесин это все гомельские его заслуги и он с одобрением смотрел на пассажи джеба бека который к сожалению недавно ушел от нас но вот и там сказывается вы знаете его сильнейшее влияние джорджа гомельского например эрик клептон который тоже был составе арбет через и бьется на прошли все выдающиеся гитаристы и пейджи клептон так вот получается что эрик лептон свое прозвище slow hand ему дал именно джорджа гомельский но все хорошее заканчивается как говорил сам джорджа ему уже не нравилось то что в конце 60-х годов было очень сильная коммерциализация музыки до этого в шестьдесят шестом году он организовал свой лейбл записывающий мармелад records и продюсерскую компанию парагон где подписал джури джули дрискл и брайана уоджера тогда же чуть позже в 69 году вернее он выпустил дебютный альбом спродюсировал джона маклафлина легендарнейшего гитариста которого у нас есть ролик на нашем канале значит экстраполейши называется альбом это 69 года первый сольные маклафлина и работал очень плотно 1 и продюсеровал демозаписи такой команда как soft machine работал с членами группы тэнс сиси то есть но был движение но как он говорит чрезмерная денежная подача и заинтересованность мне уже не нравилось уже как какой-то пошел конвер и он перебрался в начале 70-х годов во францию где познакомился с неким ван гелисом аван гелис это на тот момент был членом культивейшей команды афродиты с child о которой мы тоже рассказывали только в начале нашего канала и помог им выпустить интереснейший альбом ли обем легенда 666 в 72 году при его активном участии впоследствии он работал с ван гелисом два сольника выпускали но самый главный французский период том что он там создал тоже рекорд лейбл утопия и занимался продюсерами фактически двигал эти группы такие группы как гонг и магма это культивейшие команды авангардно прогрессивной сцены во всем мире признаны они и с дэвида эллина но это глава фактически австралии сбитник группы гонг и вот с этими музыкантами он в период 73 по 76 год выпустил самые их не продуктивные самые классные не пластинки но французская эпопея тоже закончилась потому что он говорит засилье попсы опять пресловутой вынудила его двинуть по направлению через атлантику в нью-йорк но вы знаете мы всегда пытаем особое чувство к нью-йорку как некий многих музыкальных направлений в нью-йорке он засел плотно и до конца дней своих вообще-то семьдесят восьмом году он туда попал тоже открыл клуб зу называется то даже познакомился с начинающим фактически музыкантом бас-гитаристом биллом ласвеллом который впоследствии стал культивающим музыкантом продюсеров фактически ему дал старт именно джорджа гомельский работа в нью-йорке постоянно была на грани фола в плане коммерции потому что он настоящий гомельский был передовик он всегда подхватывал какую-то новую музыкальную идею но недостаточно раскручивал и вот вы знаете так метался но тем не менее путь дал очень многим даже того списка которые мы вам сегодня уже предложили достаточно для того чтобы он был внесен в пантеон большущих продюсеров в рок-музыке к сожалению 13 января пища извините 2016 года он умер и на этом закончился его славный путь хотя до конца дни своих он диджей ствол вел на радио передачу работал с новым направлением том числе не чурался электронной музыки именно в таком наиболее авангардном проявлении оставил большущий след очень приятно и вы знаете когда вот собирая информация гомельском она противоречивая в многих книгах попадаются rolling stones его тоже вспоминают частенько все дело в том что большего он не сумел достичь наверное из-за своей позиции отрицание вот есть такая вы знаете порода людей это не значит что они плохие они просто другие которые не гонятся за коммерческим успехом а ему нужно именно приближение какому-то революционного момента в том числе и музыки и вот эта способность подтягивать таких интереснейших людей это отличительная черта и с ними создавать какой-то продукт и когда он уже создан двигаться дальше вот такой вот своеобразный двигатель прогресса был познакомьтесь с его подопечными многие конечно наши зрители знают эти группы заодно в общем-то кто знает освежите память вы знаете имеет тенденцию иногда улетучиваться спасибо за просмотр всего хорошего